Давайте же начнем, наверное, зайдемся прямо с козырей. Совсем? Потому что сегодня средства массовой информации в лице Блумберга американского узнали о влиянии ФСБ на планы Набиулина запретить криптовалюту, чтобы лишить граждан России возможности финансировать СМИ и на агентов, оппозицию. Источники агентства об этом говорят. Значит, два осведомленных источника, то есть американскому Блумбергу известнее лучше всех, по их словам, спецслужбы продвигают идею полного запрета, чтобы исключить возможность пожертвований для нежелательных организаций СМИ, которых внесли в реестр иностранных агентов. Как вам? Ну, знаете, когда вот вы рождаете такую новость, самое главное... Это Блумберг родил эту новость. Когда Блумберг рождает такую новость, вот просто я знаю по журналистскому опыту, а не своему, разумеется. Самое главное, это очень тщательно помыть руки, чтобы когда вы высасываете новость из пальца, ну, не подхватить какую-нибудь заразу. Это особенно актуально сейчас. Ну, первое. Блумберг забыл сказать волшебные слова. Как сообщают наши источники ФСБ. А, да. А почему об этом знает Блумберг? Объясняю. Потому что все спецслужбы мира, кроме тех, кто, так сказать, непосредственно погружен в криптовалюту, то есть кроме АНБ американского, как я подозреваю, они все считают, что криптовалюта — это зло. И не потому, что кто-то финансирует каких-то диссидентов через криптовалюту, а потому, что через криптовалюту финансируется наркомафия. Ну, что такое криптовалюта? Это то, что вывезено из регулирования государства. И даже не спецслужбы, а любое государство, которое является суверенным, а не сувенирным, да, оно автоматически выступает против криптовалюты, потому что это подрыв национального суверенитета в сфере финансов. Так я печатаю деньги, я государство, хорошо печатаю, плохо печатаю, другой разговор, но это я. А так печатает какой-то непонятный дядя. Непонятно, был он или нет, есть он или нет, и центр эмиссии волшебным образом существует неизвестно где, и я никак на него не влияю. Ну, смотрите, история с Блумбергом, вот сейчас просто прям с колес. Центробанк сейчас официально уже предложил полностью запретить оборот и майнинг криптовалюты в России. То есть слив был по делу. Я думаю, что Центробанк предложил, почитал в Блумберге и подумал, блин, а идея-то хорошая. Если идея хорошая, то даже криво высказано, почему нет? Ну, конечно, они могли сделать утечку в Блумберг, так сказать, с отсылкой на спецслужбы, а потом так сыграть в пристеночек, тоже так делают. Но, в принципе, нормально, это вопрос суверенитета, потому что что такое криптовалюта? Это деньги глобальной власти, которая по определению, по своей природе, объективно, вне зависимости от желаний, враждебно любой национальной власти. А вы не вкладываетесь в криптобиржу? Знаете, мне нельзя, как депутату Госдумы, мне нельзя. До этого, когда вы не были депутатами. Я немножко, чуть-чуть поиграл на фьючерсах, на этих самых... Крипты. На крипты. Я вышел, честно, в ноль. Вот, когда там до 19 тысяч долетало, я вышел в ноль, на этом успокоился и расслабился. То есть вы финансировали мировое правительство, фактически, по вашей логике? Нет, нет, я не финансировал мировое правительство, я играл на полях его развлечений. И мирового правительства все-таки не существует, давайте не будем путать существ. Ну, на всякий случай, просто я уточнила. Да, есть глобальный управляющий класс, это очень сложно структурировано и хаотично структурированное сообщество, это не правительство. Ну, смотрите, ведь, по сути, скажем так, вот криптовалюта, да, там, на арках торговцев, как вы сказали, и так далее, но ведь доллары-то тоже, в общем-то, крутятся в этих криминальных кругах. Это же не означает, что нужно запрещать обороты долларов, и так далее, и так далее. То есть в крипте вообще просто злой, и его надо запретить? Или его запрещают, потому что государство не может контролировать этот процесс? Его запрещают, потому что государство не может контролировать процесс. Бывают исключения. Скажем, Китай вводит криптоюань. Зачем? Юань — это валюта, которая обращается на территории Китая, как государство, и он будет дешеветь, потому что нужно поддерживать промышленность. А криптоюань — это валюта для большого Китая, для территорий, которые Китай контролирует так или иначе экономически по всему миру. Это как в Британской империи. Было золото, которое обслуживало интересы Британской империи, и были бумажные деньги, которые ходили внутри империи. И чиновнику, который очень хорошо служил, разрешалось привезти с собой золото из колонии на территорию метрополии. Но криптоюань — это же цифровой юань, это же все-таки несколько другая история. Как и цифровой рубль, это не крипторубль. А это не крипторубль, но это отдельная валюта, отдельный вид валюты. И в Китае они, естественно, сначала потестируют, а потом, я думаю, что они введут разделение вот такое. Юань обычный будет девальвироваться для поддержки китайской промышленности, китайской экономики, а криптоюань будет очень прочным, очень крепким, для того, чтобы привлекать капиталы со всего мира в большой и великий Китай. Но логика как раз Центрального банка сейчас, вот смотрите, их использовать в качестве средства платежа может привести к утрате суверенитета рублящего в этом ведомстве. Должны быть выработаны механизмы выявления операций с криптовалютой элит, занимающихся ими после введения запрета. Нужны механизмы блокировки операций, направленных на покупку или продажу. Криптовалюта за фиатные деньги. Должен быть определенно полномоченный орган, в скобках органы, на которого возложат обязанности по реализации этих мер, отмечает регулятор. То есть, в принципе, операции даже на криптобирже будут фактически государством приравнены к чему? К преступлению? К мошенничеству? Здесь нет состава мошенничества. Есть понятие незаконная валютная операция. Может быть, к этому будет приравнено. Может быть, еще как-то. Но на самом деле понятно, что вы включаете VPN на вашем телефоне. И при определенном качестве защиты вы можете делать все, что хотите. Принципиально важно, чтобы это не было массовым явлением. К разу в Иркутской области реальная проблема с перебоями, с электричеством из-за массового майнинга – это реальная проблема. Были статьи на эту тему. Но правда говорят, что сами майнеры говорят, что это все преувеличено, потому что физическое потребление даже майнерами, они сравнимы ниже, меньше, чем потребление промышленностью. Это потребление происходит в районах, где изношенной сетью, где промышленность стоит рядом с ГЭС, все в порядке. Но мания-то в сельской местности, где никто ни до кого не доедет. Так людям хочется денег. Нет, это нормально. Это хорошо. Но это как бы не должно подорвать независимости государства. Я понимаю, что когда у нас госпожа Анна Бюрлина стоит во главе Банка России говорить о независимости немножко смешно, потому что, что называется, не будем усугублять. Но смотрите, а чем, скажем так, можно ли сравнить, если вот этот запрет Центрального банка будет введен, соответственно, инициированный сейчас ЦБ, можно ли условно приравнивать тех, кто майнит криптовалюту в Российской Федерации, к тем людям, которые в Советском Союзе нелегально проводили валютные операции? Это вот те же самые люди, по сути. Нет, немножко другое. Те люди, которые при Советском Союзе проводили незаконную валютную операцию, они подорвали основу государственного строя. В строе был социализм, а они занимались незаконной капиталистической деятельностью. И это было очень серьезное преступление. Сейчас это хозяйственное преступление будет в любом случае. То есть лучше людям, в принципе, избавляться, если они в криптобирже играют, лучше избавляться. Я думаю, что это не будет взмах топора, это будет некоторый переход. Сейчас упало с 60 тысяч за 42 тысяч долларов биткоин, по крайней мере. Я думаю, что через некоторое время он слегка подвосстановится. Может быть, еще немножечко упадет, но потом подвосстановится. И в целом у криптовалют хорошие перспективы в глобальном бизнесе, потому что всегда нужно какие-то операции проводить мимо государств. И глобального управляющего класса никто не отменял, что бы там Россия и Китай не говорили. Но в нашей стране, да, это будет сейчас эта зона под вопросом, которая пока находится вне зоны правового регулирования. Завтра она постепенно будет запрещаться. Это будет некоторое время, пройдет. То есть не будет так, что я сегодня майнер, а завтра меня запретили. Нет, это будет некоторый переходный период. И люди смогут, в общем-то, вывезти в другие страны. В конце концов, в прекрасную Абхазию. Как Китай вывез в Казахстан? Вы об этом? Абхазия. Очень дешевая электроэнергия. Они, правда, не знают, куда ее девать. Ну, есть некоторые сложности с специфическими местными административными обычаями. Подчеркиваю, некультурными административными. Но всегда можно договориться, так или иначе решить вопросы. Я правильно понимаю, что вы считаете, что рост количества криптовалютных транзакций, он несет риски для финансовой стабильности государства? Он несет риски для независимости государства. Почему? Ну, потому что, когда я сейчас финансирую, например, если это не делаем, допустим, я эти деньги провожу через финансовую систему. Так. Или я провожу их в чемодане, что, в общем, тоже должно контролироваться. Поэтому меня можно вычислить. Если я эти же деньги провожу через криптовалюту, доказать это на порядок сложнее. Выявить это на порядок сложнее. Но пусть это выявляют, но не запрещают полностью. Вот в чем дело. Насчет запрета полностью. Это вопрос, кто выпускает деньги, которые ходят на территории этой страны. Это вопрос, управляем мы сами собой, пусть даже плохо и неудовлетворительно, или нам управляет добрый дядя со стороны, которому нас в лучшем случае начихать. Алексей говорит, пусть майнинг, например, запрещают, но оборот не трогают. Тогда и акции букмекеров надо запретить. То есть в чем разница между людьми, которые играются с криптой, как вы выразились, и с другой стороны людьми, которые в акции вкладываются? Я считаю, что нужно оставить фьючерсы на крипту. То есть я не могу майнить, я не могу использовать это как средство платежа, но я имею право заключать договоры пари. Я имею право, так сказать, у меня может быть ситуация, что я не могу купить акции американской компании. Вот я депутат, я не могу купить акции американской компании, да и российской. Но если какое-нибудь российское финансовое учреждение выпускает на территорию России сложный финансовый инструмент, который объединяет акции иностранных компаний, я имею право его покупать. У меня нет, так сказать, прямого интереса, у меня нет возможности влиять, и если это делает российский финансовый инструмент, российские финансовые учреждения, я имею право это делать. Поэтому я думаю, что здесь, это, конечно, вопрос, который будет дебатироваться довольно долго, но вот фьючерсы на биткоин, пожалуйста, биткоин я иметь не могу, но играть на колебаниях курса сколько угодно. И выводить деньги, если вы, соответственно, выиграли на этом. И выводить деньги, если я выиграл, или вводить, если я проиграл, да, конечно. Но Михаил говорит, а почему бы не сделать, это вопрос как раз вам, как законодателю, просто сделайте четкую, внятную систему налогообложения. Для майнеров это решит многие проблемы. Здесь, нет, налогообложение само собой. И любая деятельность, которая не запрещена, должна быть что? Облагаться налогом. Соответственно, запрещено, потом облагаться налогом. Но в чем проблема? Это вопрос, кто имитирует деньги. Вот сегодня можем предъявлять наберутые претензии, что у нас инфляция, и в стране нет денег. Но это наш орган управления, на который мы можем повлиять. Там криво, косо, неудовлетворительно, но теоретически можем. Например, на биткоин, на эфир, на какой-нибудь доккоин мы повлиять не можем. Это будет внешнее управление страной. Проблема не в том, что оно там враждебное или не враждебное. Проблема в том, что оно равнодушное. Внешнее управление плохо потому, не потому, что там враги сидят страшные, лютые, которые нас не любят. Мы их обидели в детстве, они нам простить не могут. Нет, им плевать, что у нас происходит. Вот Набиулиной, при всем моем к ней негативном отношении, ей не плевать, что происходит в России, потому что она здесь. Какие вы видите как законодатель задачи в создании какого-то документа законотворческого, законодательного акта в части как раз регулирования рынка криптобиржи? Вы знаете, здесь нужно звать специалистов и разговаривать, потому что это узкоспециализированный вопрос. То есть когда Набиулина говорит, что ЦБ предлагает, это не значит, что Госдума сейчас побежит принимать законы. Госдума на самом деле по инициативе, по-моему, ЛДПР, она начала этот вопрос разрабатывать. Есть рабочая группа, осенью она была создана, именно по регулированию, по определению, потому что оборот очень большой. Вот, и это должны слушать, разработка должна происходить в теснейшей связи со специалистами, чтобы не зарезать курочку, несущую золотые яйца. Почему? Потому что это, помимо прочего, новые технологии. Хайп на новых технологиях, да, бесплодный хайп, но он рождает боковые открытия, побочные открытия, которые невозможно спрогнозировать. Почему полезен хайп и необходим хайп, ну хорошо, ажиотаж вокруг новых технологий. Это могут быть тупиковые направления, это могут быть смешные направления. Но люди, когда они бегут в этом общем направлении, все вместе что-то делают, они делают побочные открытия, побочные изобретения, которые оказываются главной ценностью. Но Георгий говорит, смотрите, крипта — это не деньги, а товар, который меняют по курсу на деньги, как акция любой компании. Это деньги. Если я могу чем-то расплатиться, это деньги. А вы биткоином где можете, кроме как на черном рынке расплатиться? А у нас очень большой черный рынок биткоина. У нас очень большой черный рынок биткоина. Да, пиццу я не могу. В Макдональдсе я не могу за биткоин поесть. Но в некоторых странах мира я могу на такси кататься за биткоином. Просто, знаете, это же история такая, как про извечный вопрос легалайса или не легалайс оружейный. Условно, все запретительные, как бы есть такая точка зрения, что все запретительные законы, они направлены в основном на людей, которые и так честно относятся к этому. Получают лицензию, хранят в сейфе, берут у егеря, значит, эту путевку. А на черном рынке и так и так купят преступник все. Я понимаю, у нас эта агитация ведется за расставщичество. Давайте оставим микрофинансовую организацию, потому что если мы будем считать расставщичество преступлением, то люди пойдут к черным банкирам. Есть маленькая разница. Если, как бы, огромная серая зона, когда человек думает, что если это разрешено, я это могу делать, и дальше он легко делает следующий шаг. Если легализованы легкие наркотики, а в чем разница между легкими наркотиками и тяжелыми? Знаете, если я, так сказать, одурманил свой мозг, я уже эту разницу не сознаю, почему наркомафия считает легализацию легких наркотиков первым шагом. То же самое здесь. Если я буду знать, что это преступление, это сам по себе останавливающий порог. Очень многие люди не хотят совершать преступление. Поэтому если нельзя заниматься расставщичеством, то очень многие люди не будут им заниматься. Этот шаг делать не будут. А если можно на определенных условиях, так, ребят, так это легально, в чем проблема? В чем проблема? Ну, как и горный бизнес. Ну, видите, горный бизнес в итоге у нас не совсем запретили, но выделили. Разрешен в отдельных зонах. А помните, как везде на каждом углу стоял автомат? Помню. И у меня хороший знакомый стал агроманом. Сейчас вылечился, но это потребовало больших усилий семьи. То есть с криптовалютой примерно то же самое? Криптовалюта, к сожалению, это вопрос о независимости государства. Я понимаю, что когда смотришь на такое государство, как наше, независимость не кажется ценностью. Но, к сожалению, к сожалению, в сегодняшнем мире даже наличие какого-нибудь государства является потрясающей роскошью и привилегией. Можно посмотреть на Гаити, можно на Украину, можно на Грузию. Но, смотрите, другой момент тогда. Вот у вас есть претензии к ЦБ, смотрите данные. Чистый отток капитала из России в 2021 году вырос до 72 миллиардов долларов. Это можно расценивать как угрозу суверенитету или нет? А это можно расценивать как иллюстрацию дополнительную к отсутствию реального суверенитета в финансовой сфере. Мы зарабатываем, Россия зарабатывает большие деньги, деньги приходят сюда. Ну и как гоголевские крысы походили, понюхали, ушли. Потому что вкладываться негде. Государство вымаривает страну искусственно созданным денежным голодом. И если вы хотите во что-то инвестировать, не имея железобетонной крыши, то первое, что вам нужно изучать, это не бизнес-план, а УК, соответствующие статьи предпринимательские, по которым у нас идет основной корпус предпринимателей. А Анна Биулина сказала, что у нас инвесторы, ну как-то так примерно выразилось, у нас инвесторы недостаточно, как бы не хотят рисковать и тем самым тормозят от процесса в развитии экономики. Среди инвесторов идиотов мало. Поэтому они не хотят рисковать в России. Понимаете, когда вы, например, вкладываетесь во что-то, простой случай, вы во что-то вкладываете в какое-то предприятие, есть менеджер, он придумал этот завод, ну малый и средний бизнес. Он придумал бизнес, он имеет соответственно, он мажоритарный акционер, дальше что-то случилось. Он сошел с ума, он проворовался, бизнес накрылся, он берет деньги и убегает. Государство предъявляет претензии к миноритарным собственникам, которые априори не участвовали в управлении, которые просто имели свою долю и все, и они оказываются или вы садитесь за мошенничество, или вы выплачиваете все убытки с многократно накрученными штрафами. Но нам же, помните, говорили, что как раз когда вводили санкции, и тем самым это сподобило некоторых наших бизнесменов все-таки аккумулировать счета здесь, потому что там были санкции и так далее, как будто бы это должно тормознуть отток капитала, а этого не произошло? Вы знаете, к сожалению, вернулся сюда капитал олигархический, некоторой своей частью, который политически защищен. А утюг какой? А утюг крупный и все, что мельче. Потому что как бы агрессия со стороны людей, которым, так сказать, хочется новых звездочек, и которым, так сказать, как некоторые у нас налоговые службы уже по принципу умрят и сегодня, и завтра в некоторых регионах, вот на этом фоне любые политические проблемы на Западе, они, по крайней мере, выглядят как менее серьезными. Потому что там вы можете защититься, там вы можете обосновать. Вас спрашивают, откуда деньги, и вы можете теоретически объяснить, откуда деньги. Когда к вам предъявляют претензии здесь, в очень большом количестве случаев вы абсолютно беззащитны. Но получается хорошо. С вашей точки зрения, значит, способы предотвратить такое масштабное утекание капитала? Как не смешно звучит, это нужно, чтобы в стране было обеспечено развитие. Для того, чтобы было развитие в каждой точке, а не кусочно разрывной, как сейчас, нужен дешевый кредит. Наберин абсолютно правильно сказал. Ребят, если будет дешевый кредит, завтра все будет на валютном рынке, и рубль завалится, как осенью 92-го года. Значит, что? Значит, нужны ограничения финансовых спекуляций. Точка. Если не будет... Большая экономика на определенном уровне зрелости финансовой системы, она не может существовать без ограничений финансовых спекуляций. Потому что все деньги из реального сектора уходят на спекулятивный рынок. Там просто выгоднее. У американцев это ограничение действовало до 99-го года. У японцев до 2000-го года. У китайцев действуют до сих пор. Ладно, у европейцев формально до конца 80-х годов. Реально еще и в 90-е были ограничения. Те, кто не вводил эти ограничения с крупных экономик, у них не было шансов стать развитой страной. Посмотрите, вся Латинская Америка. Поговорка была в 30-е годы «богат, как аргентинец». После войны Аргентина не просто была богаче любой европейской страны, она была еще и не менее развитой. Там отличное было машиностроение, там были французские инженеры, итальянские. Ну, потомки. Потомки немецких инженеров. Там все было. Что сейчас такое Аргентина? Синоним социальной катастрофы. Почему? Потому что они не ограничивали финансовые спекуляции. Точка. Хорошо, вы говорите «дешевые кредиты». А тот механизм, который сейчас применяет Центральный банк для сдерживания инфляции и зажимания денежно-кредитной политики, это механизм неэффективный, с вашей точки зрения? Это механизм не то, что неэффективный. Он механизм контрпродуктивный. Он стимулирует инфляцию, а не ее гасит. Есть две принципиально разных состояния экономики. Когда денег слишком много напечатали, имитировали, тогда действительно нужно ужесточать финансовую политику, потому что инфляция от того, что денег слишком много. У нас ситуация другая. У нас государство вымаривает страну искусственно созданным денежным голодом. У нас лютая нехватка денег. И когда мы дистрофика лечим теми же методами, теми же лекарствами, которыми мы лечим от ожирения, дистрофика подыхает. Потому что повышение процентной ставки в нашей ситуации это просто удержание кредита ничего больше, которое автоматически перекладывается на плечи потребителей. Да еще можно вспомнить, какой у нас замечательный монополизм, когда государство считает, что единственная реальная свобода предпринимательства, на которую можно обращать внимание, это свобода грабить потребителей злоупотребления монопольным положением. Подождите, ну как раз таки говорят, что у нас денег достаточно, просто их не тратят. Кто говорит? Ну как, ваши коллеги говорят, ФНБ у нас полный, бюджет у нас профицитный. Нет, подождите, вы не путайте. Это государство захлебывается от денег, государство вытягивает в бюджет деньги со всей страны. Там второй бюджет заморожен. Там заморожен второй бюджет, 16 с лишним триллионов рублей. На 1 января валяется в федеральном бюджете без движения. Потому что на эти деньги можно было страну построить заново, и еще осталась бы половина. Но государство не хочет развивать страну, оно не хочет инвестировать. Более того, у нас государства не знают слово инвестировать, знают только слово тратить. Это вот такой бухгалтерский подход, который даже не с чем сравнить. Это безумие. Ставка какая должна быть сейчас оптимальная? Ключевая. Ключевая ставка? Да. Сейчас? Да. Сейчас должна быть ставка 1% и ограничение финансовых спекуляций. Точка. Михаил Делягин с нами, доктор экономических наук, зампредкомитета Госдумы по экономической политике. Программа «Умные парни». Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Что у нас будет? Новости, конечно. После этого небольшая реклама. Мы продолжим. 35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Михаил Делягин с нами. Доктор экономических наук. Зампредкомитета Госдумы по экономической политике. Так, стрим в Ютубе продолжается. Пожалуйста, подключайтесь. Канал «Говорит Москва». До информационного выпуска Михаил Геннадьевич высказался по ставке, говорит, 1% и ограничение спекуляций, спекулятивных операций. Но Виталий говорит, хорошо, понятна ваша позиция по ставке. А какой сейчас должен быть курс доллара, учитывая геополитику, цену на сырье и топливо? Учитывая цену на сырье и топливо, где-то 60 рублей за доллар. Потому что геополитику привлечивать не надо. Да, действительно, у нас довольно все плохо с экономикой, поэтому выше паритета покупателей способности. Но не так, как сейчас, не настолько. Но, безусловно, если мы ограничим финансовые спекуляции, и если страна начнет развиваться, тогда, конечно, рубль будет укрепляться. Григорий говорит, а вы только в Турции хотите предлагать такую низкую ключевую ставку? Нет, в Турции, а принципиальная ошибка Эрдогана, или, может быть, его слабость, или зависимость от англичан, именно то, что он не ограничил финансовые спекуляции. Не надо обязательно топором бахать. В Японии было сделано элегантнее всего. Вы, ну, когда люди покупают друг у друга, или маленькие предприятия, они, по сути дела, валюту покупают друг у друга. А вот, ежели вы хотите, ну, банки покупают много, если вы миллион хотите купить долларов, никаких проблем, да хоть миллиард, но в пять раз большую сумму вы должны выложить внутри страны в реальный сектор. Или, на худой конец, одолжить государству или населению. Пожалуйста, без вопросов. И там жесткая структуризация. То есть, хорошо, вы, так сказать, миллиард долларов хотите купить, или миллион, или десять миллиардов, такой-то процент от этой суммы вы должны одолжить государству, такой-то процент вы можете одолжить людям, потому что есть риск, что они все прибегут на валютную биржу тут же, и столько-то вы должны вложить в реальный сектор. Все. Все, пожалуйста. Объяснение инфляции, что это общемировая тенденция, принимается, с вашей стороны? Она абсолютно принимается, но, знаете, если все, так сказать, болеют дизентерией, это не повод не мыть руки вам. Вы не должны, вы должны соблюдать минимальные нормы приличия. Как мы уже завязаны на биржу, говорит Минфин. Мы завязаны, у нее такой степени, да. Есть импорт инфляции. Ребят, а чего вы не боретесь с этим импортом? А как? Импорт инфляции с нас в штатах. Ограничительные пошлины. Ограничительные пошлины. Это же не импорт товаров, да. Нефть подорожала, допустим, металлы подорожали. Да. А почему металлы внутри страны дорожают так же, как и за ее пределами, а то и с опережением? С какого перепоя? Введите экспортные пошлины, акватируйте экспорт в конце концов. Да, это неприятно. Это нехорошо. Сырьевые олигархи не скажут вам спасибо. Но, простите, когда министр финансов приходит в Государственную Думу, и на вопрос, а чего вы ввели такие безумные налоги, которые разгоняют инфляцию, отвечают. А мы спросили у олигархов, и олигархи нам сказали, мы же не могли делать не так, как нам... Ну, он говорил о предпринимателях, но все знают, с какими предпринимателями они общались. Мы же не можем не подчиняться позиции олигархов. Ребят, а у нас сейчас точно не 97-й год. У нас сейчас не семибанкирщина. Но вам на это просто скажут, что, хорошо, вот были попытки со стороны правительства отрегулировать цены, а в итоге грозят дефицитом, потому что просто мы же в рыночной экономике, и будет невыгодно, будут все гнать за границу, а если здесь просто не будут производить, потому что покупательная способность низкая. Ну, как-то так. Рынка не существует без его регулирования. Рыночная экономика без регулирования не существует. Как не существует дорожного движения без правил дорожного движения. Вот любую нормальную мысль можно довести до абсурда, да, конечно. Но рынок должен регулироваться так же, как должно регулироваться движение по улице Москвы. Все будут недовольны. Какой негодяй смеет меня ограничивать и не позволять мне такому хорошему развернуться через двойную сплошную? Это нарушение моих прав человека. Но без ограничения этих прав, без правил никакой экономики, никакого движения по улицам не будет. То есть вы считаете, вот это повышение цен внутри страны, оно вообще не оправдано, ничем не продиктовано? Или инфляция 8%, которая там, или 86%, на самом деле она какая должна быть? При грамотном, к сожалению, регулировании. Реально инфляция минимум в два раза выше, а то и в 2,5, а то и в 3. Это надо смотреть. К сожалению, у нас государство верит в фикцию, которую нам излагает в качестве официальной инфляции. Это моя гипотеза. Но инфляция честная, да, в условиях полного бардака в мире, да, она может быть 8%. Только она должна быть честная, а не такая, как у нас. Но на самом деле хорошо, отрегулировать вот до уровня, допустим, 2% можно в нашей стране в текущих условиях? Ограничение произвола монополий, пожалуйста. Антимонопольная служба получает права КГБ. И у любой фирмы, а не только у той, которая имеет 30% рынка, получает права изучения структуры себестоимости. С чего складывается ваша цена? И как это было в Германии еще совсем недавно. У нас нет КГБ сейчас. Что? У нас КГБ нет, по-другому видно. У нас КГБ нет. Но Федеральная служба безопасности не имеет тех полномочий, которые имела КГБ. Поэтому я говорю о всеобъемлющих полномочиях. Антимонопольная служба должна обеспечивать честную конкуренцию и гасить злоупотребление монопольным положением. Монополии будут всегда. Это условие развития рыночной экономики. Это условие конкурентоспособности, чтобы был большой бизнес, крупный. Но при этом он не должен злоупотреблять. Поэтому при любых колебаниях цены серьезных антимонопольная служба, как в Германии, должна иметь право сначала вернуть цену на место, а потом уже смотреть, что там на самом деле происходило. Если я, производитель или продавец, не продаю свой товар по той цене, которая была, это уголовка для всех участников. Самая простая вещь. Еще за октябрь прошлого года, сейчас ситуация позапрошлая, сейчас ситуация намного хуже. И в этой стране, когда резко растут цены, простите, пожалуйста, вы точно не хотите революцию устроить? А если вы, господа, не хотите устроить революцию, тогда чего вы хотите? Может быть, вы хотите истребить население? У нас в прошлом году смертность, количество умерших людей максимально за все послевоенное время. Я понимаю, что кому-то в деле истребления граждан России лавры Гитлера не дают покоя. Но это же не только ликвидация здравоохранения. Это же не только, так сказать, то, что люди лишены медицинской помощи реальной по всей территории страны. Это еще и отсутствие работы и невозможность заработать себе на жизнь. Но, Михаил Геннадьевич, хорошо, тот вариант по ценам, например, как их обуздать? Вот мы сегодня говорили специальности рынка ритейла, который говорит, что договорились по 10% наценки и так далее. Это вербальная интервенция, это вообще не о чем, извините. Про это нельзя. Нет, пожалуйста, это можно, это хорошо. При сегодняшнем кривом законодательстве нелюбимый мною Минпромоторг реально совершил подвиг. Уже несколько лет совершает. Он договаривается с крупными торговцами, с сетями, что, ребята, вот эти вот товары у вас социально значимы, пожалуйста, не повышайте цены слишком сильно. Но, естественно, что ритейлер в результате переносит центр прибыли там на производитель или еще куда-то. Но, в целом, хоть как-то сдерживаются цены. Но это не тот инструмент, ежедневный подвиг, ежедневное самоограничение других. Это не способ регулирования. Но реально хорошо, реальная инфляция, это 2% в нашей стране, с вашей точки зрения, при грамотном регулировании, как вы говорите. При грамотном регулировании. Я думаю, что, учитывая масштабы злоупотребления монопольным положением, сейчас цены вообще можно снизить. Будет дефляция. Дефляция можно. Дефляция, снижение цен можно сделать. Конечно. Вы посмотрите разницу между ценами. Они говорят, а дефицит будет. Нам невыгодно будет производить, говорят они. Вранье. Наглая циничная ложь. Простите, когда у вас картошка, которая производится в окрестностях города, стоит в 5 раз меньше, закупочная цена, в разы меньше, чем эта же картошка на прилавке магазина за 5 километров от этого производителя, за 10 километров от этого производителя. Ребята, не рассказывайте сказки, пожалуйста. Хорошо. Значит, есть другой вариант. Вспоминая историю с компанией Standard Oil в 30-е годы. Делить на много компаний. Делить на много компаний – это очень жестокая мера, понимаете? Вот вы живой человек, вот сейчас мы вас поделим топором на несколько компаний. Это уголовное преступление, я просто вас предупрежу. Это уголовное преступление, но в отношении корпорации это нормальная антимонопольная мера. Когда подходим к корпорации с топором и ее делим на несколько компаний. Зашибись. Да, это можно так делать, но это уже совсем крайность. Американцы разделили так Standard Oil, американцы в начале века 20-го, в середине разделили так ATT, телефонную компанию. И когда пришло время, они с этим подошли к Майкрософту, был такой момент. Они подумали, решили, что конкурентоспособность страны дороже. Потому что если можно без крайних мер ограничить злоупотребление монопольным положением, если можно, не рубя компанию топором, сделать так, чтобы она не слишком сильно злоупотребляла монопольным положением, лучше так. Продуктовые карточки. Выход? Это выход, это не решение проблемы, но это смягчение остроты проблемы, потому что это, а, обеспечение едой людей, которые у нас сейчас голодают. По данным ЮНКТАТ, Всемирной торговой организации, у нас несколько сотен тысяч людей сейчас находятся в зоне риска. Голода нет как такового, как явление природы, но есть зона риска, это неприемлемо. И, во-вторых, это способ поддержки отечественного производителя, довольно эффективный. Это очень плохо с точки зрения пиара, почему это не реализуется. Но тот, кто придумает новое слово вместо продуктовой карточки, тот будет молодец. Ну, какая разница, как назвать? Ну, просто хорошо. Пособие, как угодно же может, сертификат. Сертификат, ваучер, к сожалению, тоже слово скомпрометировано. Можно называть по-любому. Но ситуация, что бедные люди должны получать товар в натуральной форме, товар желательно отечественного производства, это ход правильный. Потому что борьба со злоупотреблением монопольным положением, это сложно и тяжело. Раздавать деньги напрямую никто не хочет. Обеспечивать людям исполнять Конституцию. У меня такое ощущение, что мы вообще вдвоем с Висенбаевой читали Конституцию во всей стране. В Конституции написано, право граждан Российской Федерации на жизнь. А если я к вам подойду с топором, это будет уголовное преступление. А если я к вам подхожу каждый день с государственной либеральной денежной политикой, которая исключает возможность для людей зарабатывать деньги, то это типа нормально. У нас люди получают пенсии, которые ниже коммунальных платежей до сих пор. У нас люди имеют доход массовый, имеют доходы ниже проживочного минимума. И мы так радуемся. Ну, эта доля, она регулярно снижается. Это уже не 20 миллионов, как было недавно. Это, по-моему, миллионов 16 человек у нас сейчас таких, надо посмотреть. Это официальный прожиточный минимум, который занижен минимум вдвое. И, простите, это люди, которые по официальной статистике не живут, а медленно умирают. Помните, у нас в прошлом году так радовались, что у нас количество бедных сократилось на 300 с лишним тысяч человек. И вот количество сокращений численности бедных так удивительно совпало со сверхсмертностью, что аж мороз по коже. Может, они не обогатились, может, они просто умерли. И этому так радуются официальные органы. Расчеты по... Другой момент. Регулирующие органы говорят, что мы живем в условиях санкций, нам нужно готовиться к очередному черному дню, поэтому у нас есть кубышка на всякий случай. Если что, мы можем распечатать, не вертолетные деньги раздать, но, по крайней мере, мы всегда готовы, что называется, к еще большему ухудшению ситуации. Вот поэтому так происходит. Есть единственный способ не допустить черный день. Обеспечить развитие страны сегодня. Это как? Федеральный бюджет ломится от денег, а у нас 16 миллионов человек или сколько-то имеют доход ниже прожиточного минимума. Не живут, а медленно умирают официально. Ребята, а вы уверены, что если бы нас завоевали солдаты НАТО, они бы занимались таким истреблением? Ой, не нагнетайте, Михаил Кеннадь. Сейчас уже популизм пошел, честное слово. Простите, простите. Известный своим гуманизмом руководитель нашей страны, товарищ Сталин, во время войны Великой Отечественной, пленных фашистов, которые пришли истреблять сюда все, включая его самого, держал в лагерях, и в этих лагерях обеспечивал им прожиточный минимум. Да, обеспечивал довольно хреново, но тем не менее. Давайте про настоящее, давайте не про Сталина. Так сегодня, простите, сегодня наше государство относится к гражданам России хуже, чем Сталин относился к немецким войнам. Это не популизм, это исторический факт. Им гарантировали прожиточный минимум, а гражданам России не гарантируют. Как это называется? По санкциям, смотрите, Вигнейл говорит, те санкции, которые Соединенные Штаты Америки грозится все-таки ввести. А насколько они реально? И насколько они катастрофичны для нас, в случае чего? Они нереальны, потому что все, что они могли сделать против нас, они сделали в 2015 году. Отключение от SWIFT – это проблема только для финансовых спекуляций. А там этот рынок контролируют с американцами, англичанами, то это выстрел для них себе в ногу. А мы прекрасно сможем поддерживать расчеты, просто расчеты будут проходить не минуту в минуту. У нас есть резервная система ЦБ созданная, да, это правда. В мире есть несколько таких же систем, как SWIFT, просто меньше и менее известных. И вообще-то говоря, можно пользоваться телефоном для передачи информации. Так, если кто не знает. Это просто метод обмена кодированной информацией. Но вообще-то говоря, можно пользоваться телефоном. Тоже, знаете, как это... Что такое бокс? Это обмен мыслями, передача мысленно расстояния при помощи жестов. Так что SWIFT это ни о чем. Реальная угроза, реальная, очень болезненная угроза, это отключение нас от микроэлектроники. Только маленькая деталь. Это изделие производит Китай. И на это американцы не пойдут, и китайцы тем более не пойдут. Вот сейчас из последних санкций есть. В США представили новый, ну, можно говорить, на самом деле, очередной пакет санкций против России. Джим Бэнкс, республиканец, представил новый проект. Что в нем сказано? Но введение санкций проект внесли на рассмотре 19 января. Значит, запрет на операции с российским госдолгом. Меры против СП-2, включая связанные с ним организации и их акционеров. Прекращение финансирования диалога по кибербезопасности, пока не закончатся атаки на американские ведомства. Прекращение финансирования диалога по стратегической стабильности, пока Крым будет российским. Санкции против российских чиновников и силовиков, включая пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Далее идет Мишустин, мэр Москвы. Министр здравоохранения, Кириенко, Панфилова и прочее. А начальник ГРУ там есть? Начальник ГРУ. Лишить начальника ГРУ летней дачи в Ленгри. Это же вот... Подождите. Главу СК Бастрыкина, Бортникова, Золотова, Чайку. Санкции против российских бизнесменов. Костин Миллер, Сечин Усманов, Дерипаска, Абрамович, Тим Ченка. В проекте далее упомянуты веб... Санкции против журналистов. Главного редактора России сегодня Маргариса Самонян, телерадиоведущая Владимир Соловьева и гендиректор Первого канала Константина Эрнста. Этот словесный понос прекращается элементарным способом в течение двух месяцев. Это вы в адрес кого сейчас сказали? Я сказал в адрес этого замечательного республиканца. Так. А вы кого имели в виду? Я уточнила. Понятно. Есть такое неудобное. А Вика вы имели в виду, товарищ Берия? Ну вот. Очень просто. Люди не понимают смысла издаваемых ими звуков. Поэтому в реальности любая корпорация, которая спонсирует человека, который занимается антироссийской деятельностью, вроде вами озвученной сейчас, лишается возможности работать с Россией на следующие пять лет. Вот один цент перечислил этому республиканцу на пять лет до свидания из России. А чтобы его там иноагентом признали? Нет, никаких проблем. И что с ним будет там, не важно. Или что? Потому что это единственный способ ведения диалога с западной, прости господи, парламентской системой. В этом, во всем этом списке реальность, реально только одна вещь, реальная проблема. Это объявление России международным спонсором терроризма. По американским законам эта вещь крайне болезненная. Потому что это означает полный разрыв всяких отношений. Вы знаете, я вспомнила историю с американцев с Северным Суданом, когда туда зашел наш корабль Григорович в море. И, соответственно, там речь шла о строительстве базы материально-технического обеспечения. Тут же туда зашел эсминец американский. И тут же американцы сняли с этой страны звание государства спонсирующего терроризма. Значит, это все обычное американское лицемерие. Нужно не удивляться, нужно учиться. Но это действительно угроза. Они не могут это сделать на международном уровне, потому что у нас вето в Совете Безопасности он. Но это действительно крайне болезненно. Но это нанесет им больше вреда, чем нам. Простой пример. Например, где мы абсолютно зависим от Запада. Вот чудовищно, тотально. Фармацевтики. У нас уничтожили свою фармацевтическую промышленность, кроме некоторых, так сказать, секторов, которыми сейчас мы так интенсивно гордимся. Почему за все это время истерики с 2009 года со списком Магнитского ни один западный политик про это даже не заикнулся? А для нас это было бы фатально. Почему? Ответ. Потому что западные фармацевтические гиганты зарабатывают на нас, при небольшом объеме нашего рынка, совершенно чудовищные бешеные деньги. И любой американский политик, который покусится на их деньги, о нем завтра забудут, что он существовал. Михаил Делягин был с нами, доктор экономических наук, зампредка Митрии Света Госдумы по экономической политике. Михаил Геннадьевич, спасибо. Счастливо. Далее у нас рубрика киноафиши, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь.